или их компоненты, биопоненты, молекулы, которые передаются признаками чего-то чужого, живого. Кроме этого, она свои измененные клетки находит и убирает. И также макромолекулы, измененные в нашем организме, если они стали другие, тоже убирают. Органы специальные, которые занимаются этим, нет. Есть сердце, которое качает кровь, есть мозг, который все командуют и принимают. А органы, которые занимаются защитой, нет. И эта система, она диссеминирована во всем организме, охватывает, не локализованное, охватывает каждую клетку масштаба всего организма. Она очень крепкая, совершенствовалась и использовала все то, что было еще на уровне ответственности, это запрещено и для нападения друг за друга, и для защиты от этих нападений. Удачные запрещения в нашем организме до сих пор используются. И способы нападения, и способы защиты. Мы их с вами тогда рассмотрели, поглотил, убил, и убил, поглотил. А с другой стороны, тот, кого пытаются поглотить, он защищается. На это тоже есть какие-то способы. Вот уже одноклеточные изобрели способы физической и химической защиты своих границ, способы заглатывания другой клетки, ядом, вливающие другую клетку снаружи, или уже когда поглотил внутри себя, способы проникновения в другую клетку и выживания внутри нее, и противоядие, оберегающие себя от собственных яд. Потому что яд, он убивает не только чужого, но и белевые действиями защищают. Ну и мы вот такую схема для себя взяли, что это многоклеточное, состоящее из многих клеток в этом круге. И оно имеет защищенную границу от внешнего мира, куда непрерывно стараются торгаться микробу, прежде всего микроорганизмы, которые представлены одиночными клетками и сообщественными клетками. Ну и вот здесь уже у массового организма, у многоклеточного, тоже физическая и химическая защита границ. Есть еще подвижные специализированные клетки, которые приходят туда, где произошло вхажение, и пожирают или убивают. Клетки пожирателей, клетки убийцы. Границы – это не зеленый круг, не поверхность этого существа, нас с вами или какого-то другого на другом. Границы – это более сгодное понятие. Это все те границы, которые соприкасаются с миром, с внешним миром, с исследовательной инфекцией. Ну вот у нас с вами это и пищеварительный тракт, и пикательный тракт для газа, и выделительная система, куда тоже могут проникать извне микроорганизмы. Все это нужно учитывать. Это наши границы, которые иммунная система обязана защищать. И одной самой маленькой границы, которая с внешним миром контактирует, нельзя оставить без защиты. Поэтому мы должны понимать, как устроили эти границы. Мы взяли такую шкему, как некий общий образ границы, представленные самыми крайними, самыми полезностными клетками, и будем этот образ использовать и дальше. А вот там вот разные микроорганизмы, желающие преодолеть эту границу и вторгнуться в нас. А скажите, зачем она в нас лезет? Есть соображения? Что там хорошего? Я не трогаю. Чего есть у вас? Может, не хочу, может, я выгоду. Это очень низкий вирус, который для этого разрешения не может получиться. Это питание защитного. Это питание, это совершенно правильно. Совершенно правильно. Наш организм, как и любой турболь, самое удачное сочетание веществ, которыми можно питаться. Все есть в организме. Ничего лучше не найти. Все в готовом виде. Если туда проникнуть, то это рай для того, чтобы проникнуть, может быть, не хвататься. И тепло. Не надо регулировать температуру. И сыто. И потом вот можно обеспечить всем этим удовольствием. Ну, чего еще? Нам нужно только влезть и прижить. Ну, в ответ на это мы говорим, что каждая греха составляна сенсорами. И если я пытался анонсировать, что будет, то есть теперь мы отсюда выскакиваем из этой обзорной лекции обо всем. А переходим к сегодняшней теме, где мы уже начнем посерьезно рассматривать то, о чем я тогда в обзорной лекции вам порвещал. Ну, вот эта самая система многоклеточная, как защититься, это знакомая. Вот граница. Давайте сегодня мы посвятим лекцию тому, что мы рассмотрим, как устроены границы, как они защищаются, когда я говорю физически, химически, биологически я вам объяснял, что на этих границах живут существа, которые преодолели совместную эволюцию вместе с нами в течение миллионов лет, и мы друг к другу подстроились, симбиоз создали. Этих существ много. Количество их в десятки раз больше, чем наших собственных, тех, кто живет на нашей поверхности. Наших лет в 10-14, а микроорганизмов, которых мы прикорнили, они живут на нашей поверхности, как минимум 10-15. Но не всякие микроорганизмы у нас будут определенные. Те, с которыми мы научились дружить, они что-то находят на наших поверхностях, и мы что-то находим в этом зажительстве полезном. Это симбиоз. Никаких других микроорганизмов на эту поверхность они не пускают. Они очень агрессивно защищают эту поверхность, как злые псы на границе любой территории, если они ее хранят. Это биологическая защита. Но вот границы, которые приходится защищать у человека. Это пищеварительный тракт, или путь, по которому двигаются пищи. Она загрязнена или нет, как вам кажется? Пища загрязнена? Загрязнена она же. Можно ее сделать стерильной, но это скорее всего. А так она загрязнена. И весь этот путь он тоже загрязнен, но те микроорганизмы, которые совершили совместную с нами эволюцию, притерлись, и это наши симбионы. Значит, какие это границы? Желудочно-кишечный тракт, это пищевод, желудок, и потом длинная труба от 5 до 7 метров. Это кишечник. Значит, в этой трубе происходит расщепление чужих биомолекул, чужих биополимеров, он в прошлый раз говорит, что это сахариды. Белковые молекулы, состоящие из мономеров, а визокислот, то есть сахаридные молекулы, состоящие из простых сахаров в качестве мономеров. Липиды сложные, это все большие, сложные биомолекулы, которые имеют признаки того организма, который их синтезирует, то есть чужие, если мы их съем. И организм их расщепляет на простые составляющие, на аминокислоты, на простые сахара, на какие-то простые или именно прианжирные кислоты. И в этом случае простые мономеры, они уже универсальны во всей живой природе. Что у микробы, что у нас, они практически одинаковые. Ну, аминокислоты, вы знаете, 20 с небольшим вариантом. И их можно следовательно использовать для наших клеток. Нужно восполнять аминокислоты для какой-то живой клетки. Она их использует. Нужно ей поставлять. Вот, пожалуйста, пищеваридный тракт, расщепив чужой биополимерный составляющий мономеры, поставит всеми нашим клеткам аминокислоты, сахара и все что-то. Вот это происходит внутри живуточно-кишечного тракта, в основном внутри кишечника. И эта граница заселена большим количеством симбионов. Микроорганизмов в кишечнике примерно 150 видов, разные, которые, если исследовать, какие живут, то вы знаете, вы у бифидобактерий не раз, наверное, сдавали анализ, а вы знаете, что в толстом кишечнике там много столько-то бифидобактерий, столько-то лактобактерий, столько-то кишечника, и у всех они должны быть примерно в одинаковом количестве. То есть это устоявшееся сообщество в микроорганизме, не случайно возникающее у каждого дня. Потому что этот симбиоз, он образовывался длительное время, и они уже никого другого туда не пустят. Это вот одна граница, которую надо защищать. Другая, совершенно очевидная граница, это поверхность нашего тела, то есть кожа, то, что покрыто кожей. Еще одна граница, это поверхность, где происходит газогнев. Это мы вдыхаем тоже через рот или нос, и по трубе, которая называется ракея, дальше она разъявляется на бронхе, и мы вот это вот поподробнее всего это посмотрим. Желудочная, ну вот граница, которую приходится защищать, кожа, эпителий, дыхательных путей, эпителий желудочно-кишечного тракта, эпителий губрогенитальных путей, эпителий глаз, конъюнктива, ну вот такие очевидные границы. О, что она все представляет? Вот если взять вот эту поверхность, это поверхность, граница через внешний мир. Тоненький слой, называется эпидермис, но он лежит на достаточно толстом слое особой рыхлой соединительной ткани. Ну что это такое? Вот так на ощупь, на лифт мы знаем все, что такое горло. А что, как она устроена, и почему она так устроена? Ну, все ткани на границах, которые созданы или выстроены из клеток специальных, образующих эту границу, называются эпителий. Эпи – это поверхность, телий – на самом деле сосочек с временегреческого, поверхность, покрытие на сосочке. Но в данном случае нам лучше запомнить, что эпителий – это поверхностный слой клеток. Эпителий бывают разные, они состоят из разного типа клеток, и бывают однослойные или многослойные. И вот мы видим позже, состоит из многослойного эпителия. Каждое кругленькое образование – это ядро клеток. Следовательно, мы можем представить, что вокруг этого ядра есть тело клеток. И вот можно увидеть, сколько рядов клеток в самых узких местах – это несколько рядов клеток, в более толстых местах – это десятки рядов клеток. То есть это многослойный эпителий, который вот здесь он при малом увеличении. Вот он. Вот этот прямоугольничек мы сюда вынесли и увеличили. Значит, эпителий рассмотрели подробнее. Он лежит на соединительной ткани, которая, точнее, сосочками входит в этот эпителий, потому что толстый слой невозможно питать путем диффузии. Надо слоям из нескольких клеток давать специальное метание, специальная трубочка, капилляра. Поэтому, чтобы это можно было делать, толстый слой пронизывается сосочками, в которых подаются сюда капилляры крови, они питают и вот черен тут прогноз от гностейки. Так устроены эти новословные эпителии, которые базируются на соединительной ткани. Соединительная ткань, мы будем не раз с ней сталкиваться, это ткань, построенная клетками, вытянутые формы, они называются фибробласты, но в основном она состоит из длинных полимерных молоков, созданных этими же фибробласты. Представьте себе волокнистую основу, которую кто-то создал и постоянно обновляет. Клетки, которые это делают, там же и сидят. Вот это соединительная ткань. Она обычно является оболочкой. Она создает каркас органов, она создает подстилку для внешней оболочки, для любой оболочки. В общем, это такая соединительная или каркасная ткань. Она бывает очень разная по плотности, по организации, но суть ее такая. Вот полотнистое вещество, образующееся определенными клетками, которые там живут. Но в этом веществе бывают еще и другие клетки. Например, вот вы на схеме говорили, что есть подвижные пожиратели, флогоцилы. Они соединительная ткань тоже в каком количестве есть. В любом месте. Сюда подходят кровеносные сосуды. Покрупнее здесь разветляются мелкие капилляры, обратно возвращаются вот в этих сосочек. Сюда подводится нервы, мы знаем, что прикосновения мы чувствуем, больно чувствуем, значит, явные окончания должны почти до самой поверхности доходить. все это через соединитель ткань подойдутся. Ну и поверхностный слой эпителия полный жидкий. Кроме того, в коже еще есть специальное образование для того, чтобы эта поверхность была досохранной. Значит, это сальные железы. Ну, вы знаете, если есть кожаное изделие, кожа обшитая медик, или кожаная куртка, или что-то еще, она со временем начинает трескать. Особенно если высыхает или попадет приличный дождь или снег, а потом высохнет, она становится такой не очень мягкой и быстро трескается. Почему? Потому что для того, чтобы она была мягкой и не растрескивалась, нужно ее смазывать дыром. Если ее смазать маслом или дыром, то она будет мягкой и не будет трескаться. Такое свойство в этой поверхности. И у нашей кожи то же самое. Есть специальные сальвые вырезы, которые выдают через трубочку туда постоянно небольшое количество жира. И кожа смазывается, чтобы не трескаться. Есть специальные ботовые вырезы, они выделяют разбор веществ, которые защищают кожу, защитные вещества, о которых мы будем говорить. И они также помогают регулировать температуру тела за счет вот этого испарения жидкости. Когда жарко, мы знаем, что это выделение плота усиливается. Но есть еще волоски, вот продольный средств этого волоска здесь и он в такой луковичке и специально начинает образовываться и растет. Зачем нужные волоски кто-то санкредит. Не задумывался, зачем нужные волоски. Вон он такой сколько шилы и на дерево, на грудные, мужские волоса и зачем? Как красавчик. Спросим, что на эту тему девушки думают как-то зачем волосы на руках. Вообще волосы зачем? Ну вот по верху сголки. Понятно, девочки, для красоты. Тепло. Тепло. Если это плотный шерстяной покров, как у животных часто бывает, это, конечно, шуба, согрета. А еще для чего? Ну уже этого достаточно другое, да? Но оказывается еще это хороший эссенсор. Эти волоски очень они на каком-то расстоянии от реальной границы нашего тела, они уже ощущают попытку приближения к реальной нашей границе. Какое-то насекомое, или неважно кто, но волоски эти, они снабжены вот здесь вот, в ней присоединяются нервные окончания, любое движение этих механических сенсорах, тут же уже внутри ощущают в чем выигрыш. Выигрыш в расстоянии. Тебя еще не укусили, а ты уже знаешь, что питаются. На тебя еще не влезли, и хотят шторматься какие-нибудь паразиты, а ты уже заранее знаешь, начинаешь их спихивать. вот это многослойные эпители образуются нижним слоем клеток, здесь самые молодые, те из которых образуются более зрелые, и они стареют, отодвигаясь туда, на поверхность. Египет, на самой границе, на самом деле, этот живой многослойный эпители прикрыт останками уже погибших клеток. Он называется роговой слой. Там останки погибших клеток, эти клетки называются кератиноциты, потому что в них много кератина, такой белочек. А наверху роговой слой, тоже от этого же берется и название кератин. Кератин садорож подберется. Роговой слой состоит из мертвых клеток, и он может быть достаточно тонким и может быть очень толстым. От чего это зависит, как вам кажется? Как вам кажется, роговой слой самый поверхностный из мертвых клеток, почему он в некоторых случаях очень толстый, вот как справа, а видите, сверху толстый, такой РС, роговой слой над живыми клетками, а слева тоненький. В чем разница механическая как вам кажется? Наверное, чувствительность разная. Механическая защита. Там, где идут постоянные повреждения, мы создаем дополнительную механическую защиту. Это вот толстая кожа, еще больше мозоли. Это, если приходилось выполнять какую-то работу, а потом образуются мозоли. Очень быстро, день-другой, все отреагировало, если не содрал. Если содрал, то точно. На несколько регулярных воздействий механических система реагирует тем, что она ускоренно производит новые гэрки, те отбирают, образуются толстый слой, механически защищающий ее. Итак, из механических вариантов защиты у нас может быть тонкий или толстый слой отмерзших гэрки. У нас может быть слой жира, который смазывает это, он тоже в органическом защищает. Кроме того, и жир, и пот содержат вещества химические, которые обладают способностью убивать микроорганизмы и тех, кто хочет втормливаться. Ну и на коже живет народ микроорганизмы, который давно прижил цель и мы к ним привыкли, они не позволяют другим поседать. Поэтому те, кому привыкли, они не приносят вреда, но наоборот, занимая эту поверхность, они защищают нас от непрошенных гостей. Это биологическая защита. Она осуществляется микробами, комменсалами. Комменсалы это микробы, которые постоянно живут на наших поверхностях. В кишечнике их штук в 10 раз больше, и в 10-15 степени на поверхности полости нашего кишечника. На коже их тоже немало, в общей сложности на всей коже человека порядка 10-9 микробы. Но это имеет другую поверхность рассмотрим. Там, где происходит газообъект. То была кожа, это внешняя поверхность. Что на коже происходит? Выделение бота, механическая защита всех тех границ, которые представлены кожей, и в каком-то смысле биологическая защита этой границы. А здесь дыхаем. Попробую ее сделать толстым, эту границу, как мозоль допустим, кожу. Что будет? Газообмен не пойдет. Граница должна быть очень тонкой. И вы увидите, что она состоит всего из двух слоев клеток. Всего две клетки в толщину. Через них происходит достаточно быстрый газообмен. Между внешней средой, между воздухом, который мы вдыхаем, и кровью, которая все разнесет по всему телу. Всего двухслойный эпидей. труба, через которую мы вдыхаем, тротовая полость, носовые воды, вот они синенькие сверху. А дальше труба настоящая, прочная, с каркасом прочностью. Называется трахея. Вот такой толщины. Ее можно пощупить. Она за некоторым щитом там прячется, но ее можно пощупить. А дальше эта труба разветляется на два направления, к одному мешку и к другому мешку. Но прежде чем как этот мешок устроили, как устроены границы, давайте рассмотрим. Видите, что происходит? Вот эта труба трахея разделилась на два крупных бронха, а потом еще на два или большее количество до самых самых, вот здесь все дерево это, разветляющееся, до самых мелких бронх. Видите, какие, какое количество разветвлений. Как вы думаете, зачем это? Нет, чтобы мешок был пустым и в нем бы произошел газа. Больше дохнули бы, а тут вдруг туда какое-то целое дерево наделали. Ну что? Площадь поверхности больше. От чего? От разветвлений. От разветвлений площадь поверхности больше. Это правильно, но я вас огорчу. На этих поверхностях не происходит газа обмена. Они слишком толстую стенку будут. Они ведут к пузырькам, вот в которых и происходит обмен газом. Пузырьки с очень тонкой стеночкой и площадь поверхности у пузырьков колоссальная. Значит, ну, вот представьте два мешка, какая может быть площадь поверхности, если бы они не были из пузырьков. а просто один мешок и второй или просто один. Сколько здесь может быть? Метра квадратная. Ну, и метра будет. Около метра квадратного. А если сделать вот такие пузырьки, вот вы видите, самый мелкий брон, а это тот археолог, самый мелкий брон. Вот он сюда пришел и дальше смотрите, образуются мелкие-мелкие пузыречки. такой пузырь, состоящий из 16-18 мелких пузырьков. Вот мелкие называются археологи. Вы слышали не раз. Видите, какое количество в этом микро-мешке, куда пришел один самый мелкий брон. Сколько этих археологов? Очень много. Вот они здесь скрыты, чтобы вы видели полость. и между ними перегородка и каждая леона состоит из стенки, которая толщиной в две клетки. Вот здесь и произойдет газообмен между воздухом, который сюда вошел, и капилляра, который окутывает, вот как здесь видите, капиллярная сеть красная. Сосуд броненоский пришел, разделился на более мелкие, а потом на совсем мелкие капилляры, которые каждый мешочек окутают. Вот здесь и происходит газообмен у капилляра тоненькости и у мешочка вальевого тоненькости. Но как вы думаете, какой объем вместо одного квадратного метра получился благодаря такому микропузырчатому образованию внутри этой полости? Какие есть мнения? Какой объем, какую поверхность газообмена нам удалось создать или природе удалось создать, разветвив дерево, вместо того, что одна труба во весь мешок, который один квадратный метр дал. Эта труба разветвилась и оканчивается каждая трубочка самая маленькая вот таким скромнением будет. Вот какие соображения соображения? 500 200 500 молодцы. Вот победили 100 метров от 70 до 100 метров сильные есть индивидуальные различия и один вдыхает 2 литра, другой 3 литра воздуха каждый раз. Это зависит от того, насколько развит и упражняет этот орган. но от 70 до 100 метров в среднем квадратных метров. Сколько здесь площадь пола в этой комнате? вот камень? Считай. Длину сколько? Ширябов сколько? Перемножать быстрее. 30 наверное. 30? Ну у кого знает. 35 40 40 40 40 40 40 Ну по-любому оказывается вот здесь у нас прячется площадь которая больше в разы. Могли себе представить? 42 квадратных 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 Ну вот как минимум ваша площадь на которой происходит газообмен и вы ее все время эксплуатируете в два раза больше чем площадь этой комнаты. Огромная площадь на которой происходит газообмен но ее надо охранить почему кто скажет почему ее надо охранить ну почему потому что с воздухом идет мусор где-то нас нет мусор да потому что воздух сокрязнен мы живем в мире инфекций вокруг нас несмертное количество всяких живых существ и с воздухом они попадают вложим на наши границы ну вот начинайте с труба вот там вверху это носовые плоды потом трахея потом крупные бронхи или мелкие бронхи потом альвеолы посмотрим если срезы гистологически там микроскопом изучить какие там плани клеток на поверхности вот оказывается граница вверху многослойные 3-4 слоя клеточек ядро видите клеточка тут ядро клеточка здесь и вот так 3-4 клетки в высоту такая толщина этого эпителия здесь идет воздух а вот здесь вот на эпителии еще есть мини-мини такие микроскопические выросты они называются реснички они еще и движутся зачем они если какие-то механические частички очень маленькие с воздуха летят пылинки они могут прилипать если реснички их согласованы они движутся все согласованы они потихонечку обратно придвигают к выходу очищая поверхность поэтому пока по носовым ходам по трахеи движется воздух то какие-то не микробы а какие-то более крупные частички есть попали их может залепить поверхность эпителия и даже обратно выкид но есть еще и другие реакции которые помогают выкидывать например чих если в носовых ходах что-то там образовалось или зацепилось то у вас начинается резкое выкидывание выбрасывание воздуха такое спастическое резкое там примерно 140 км в час движение воздуха когда вы чихаете открывали окно автомобиля когда едешь 100 км в час голодом часовым руку высокой нет не делал это здорово это около 100 км когда 140 ну вот вот так вы чихаете и этот порыв ветра он какие-то частички оттуда выкидывает а эта поверхность еще смазывается слизью мы сегодня будем говорить об этом и поэтому эпителий вокруг этой слизи он называет слизистая оболочь вот эта толстая труба рахея у нее есть каркас из креща сделан мы его поперек пересекли вот крещевые такие кольца мышечная часть есть и опять петель из нескольких слоев гипотериальных клеток дальше бронх он уже потоньше в нем меньше выражен вот этот хряч мышца зато хорошая есть которую бронх может сужать и расширять это тоже реакции которые регулируют во-первых хождение воздуха во-вторых вот эти вот движения необходимые для того чтобы избавляться от каких-то попадающих когда вы кашляете вот это вот и есть мышцы которые помогают эти бронхи сокращать мы наконец дошли до самого тоненького бронха помните то дерево которое оканчивалось самыми тоненькими трубочками вот вот сюда мы дошли на пончик и как этот пончик устроился туда пошел вот тут уже нет ненужечного слоя ни соединительного тканного практически нет ни крещей никаких это очень тоненькое всего из нескольких трех-четырех слоев клеток трубочки состоящие и вот тут уже переводят в те пузырьки которые альвеолы сразу можно увидеть что альвеолы совсем тоненькими стеречками ограничены ну нету этой картинки если сделать срез легкого большой кусок легкого срезать а потом посмотреть по микроскопу то ты видишь в основном пустоту потому что перегородочки между альвеолами они такие тоненькие что их почти не видят настоящее легкое оно выглядит почти как пустота но вот если на эту часть посмотреть вот уголок который я знаю здесь только пустого в этом есть и очень мало тоненьких перегородок здесь они еще толще чем две клетки а там где альвеолы там всего вот такие перегородки такая большая 100 метров 70 квадратных метров 100 квадратных метров большая граница и как она устроена теперь вы знаете ее придется защищать как будете защищать какие есть соображения в правой границе где происходит обмен газа вот эта вся труба разрешение и вот больше всего поверхности это вангиолы вот те самые труба и разветвление они не дадут даже 10% поверхности в основном там конечно пузыря но как защищать волоски по моему ну реснички там есть реснички есть на существо волос ну да а дальше реснички ну а вот чего сомни туда сматывает все слизь слизь вольвер не получится она будет мешать газообмен вот здесь можно побыть а там нельзя как защищать все равно если у меня на жидкости без него не работал без авиалянной жидкости бы не работал говорит Саша почему потому что газообмен происходит между жидкостью и жидкостью жидкостью чтобы не слепались чтобы не слепались много знает нам тяжело сразу как защищать ты же не говоришь про защиту макрофаги кто-то что клетки и что они делают значит это вот Саша предлагает помните мы говорили на общей стене пожиратель почему туда на эту поверхность не выселить пожиратель пусть тебя они там кто-то появится они его пожирают убивают но есть там макрофаги действительно но обойдемся ли только этим но мы уже видели по ходу начиная с верхних дыхательных путей и дальше промежуточные бронхи и дальше терминальные бронхи абиолы это уже низкие дыхательные значит везде надо защищать и мы с вами видели уже некоторые механические способы защиты и еще знаем что есть химические способы защиты на этих границах но есть и биологические такие как Саша говорит поселить туда клеточки которые ведут себя не хуже вот тех микроорганизмов которые кишечники нас защищают тоже агрессивно нападают на любого микрора но другая труба пищеварительная заглотили пищу она попала в грудок там начинает кислотой обрабатываться какими-то терминами расщепляться чтобы биомолекулы расщеплять на простые молекулы но самое главное расщепление потом идет кишечнику значит длина кишечника ну от 4 до 7 метров а длина это трубы а ширина просвета разная сначала он тонкий точный потом он толстый это по ширине просвета значит эта труба в общей сложности ну вот как я сказал точными метрами вот а поверхность которую она образует изнутри собственно эта поверхность имеет граница которая контактирует с чем-то поступившим из внешнего мира с пищей разложенной на элементы пищи с микробами которые в этой пище живут едят ее и постоянно тут находится это поперечные средства кишки и это просвет в котором вот собственно пищеварение происходит а всасывание пищи на вот этой поверхности происходит конечно вид геометрия этого среза разная на разных уровнях трубы потому что там разные процессы происходят по разным условиям излитой такой пищеварение почему так зачем такое вроде не видно но только микробов видно если сказать для красоты такой узор то он виден только микробов может такое быть что наш кишечник так красиво устроен чтобы радовать глаз микробов зачем такой вот увеличить поверхность всасывания и как вы думаете вот у этих 5-7 метров в этой трубе если сделать всякие такие выросты сколько получится какая может образоваться поверхность вы давали больше всех везде 500 выделительная система 500 декабельная 500 всеварительная 500 везде 500 молодец физические ухотерения постоянные да чтобы увеличить поверхность у нас вот такие выросты но не только если рассмотреть при хорошем увеличении с помощью микроскопа так стоит у вас лимитра смотрите на ней еще не повернулась поверхность еще больше увеличивается вот если со стороны просвета кишки посмотреть на эту поверхность в электронном микроскопе вы видите головки этих ворсин вот они образуют всю поверхность эти ворсин каждый из них немножко складчатая а вот поперечник около полосна микрона этих шипов и поразительно вы практически угадали в среднем 300-400 квадратных метров поверхность кишечника изнутри до 500 солнца это много сколько таких комнат это такое порядочное футбольное поле порядочное футбольное поле это схема которая показывает как эти микроволосинки рядом торчат и из чего они состоят вот оказывается средства одной микроволосинки покраска они состоят из однослойного кипитерия который держится на соединительном тканном таком стержне основе через эту основу приходят кровеносные капилляры которые снабжают эту ткань и уходят унося то что не нужно значит вот поверхность кишечника устроена выслана всего лишь одним слоем пледа однослойные эпитерии который выслан клетками их называют энтероциты энтеро это кишечник цит цитус ячейка клетка энтероциты это клетки которыми выслана поверхность кишки но между энтероцитов они вот так вот как мои длинные пальцы друг другу подобно как граница которую ну вот фонд когда строят из больших высоких бревен делают стену так вот приставляют другу вот так устроена эта граница а вдруг встречаются какие-то клетки с белым овалом вот 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 они как вы думаете что это клетки тоже клетки эпителия кишки но особые они производят слизь они выпускают слизь на поверхность кишки поэтому этот эпителий слизистый вся оболочка все покрытие называется слизистой оболочкой и клетки эти производят очень много слизь мы сейчас увидим немного больше проектов теперь если заглянуть вот сюда вот посмотрели вот эту часть ворсинки теперь между ворсинок она называется крипта в этой крипте немного другие клетки живут дельтароциты продолжаются почти до дна крипты и вот здесь вот мы видим такие с леопардовым окрасом но это включение внутри клеток такие дельца какие-то вещества собраны с пузыречек это клетки которые вырабатывают яды против микробов клетки по имени автора панета клетки панет вот это здесь и написано по-английски панет они сидят внутри щели между ворсинок и они выдают сюда какие-то ядовитые вещества на поверхность кишки чтобы убивать микроб эти ядовитые вещества будем условно называть эндогенными антибиотиками антибиотик понятно эндоген это значит внутри нас образовавшиеся не в аптеке купленные не кем-то сделанные а внутри нас образованные эндогены вот ворсинка при большом увеличении то была схема а теперь реальный гистологический средств мы видим поверхность ворсинки вот вторая ворсинка там сбоку третья вот это крипта между ворсинок из чего состоит ворсинка вот ядра клеток рядом друг с другом длинных таких клеток которые эльтернцитры а если в них есть большая вакуоль содержащая слизь то мы это видим она называется бакалобитная клетка с такой вакуоль содержащей слизь а внизу в щели вот здесь вот оно более больше увеличение вот это дно щели вот здесь клетки по-нас вот и у них вся цитоплата занята висикулами с этими ядами будем использовать схему то которую мы уже видели где эпитерий на самом деле эта схема для любого отдела годится дулошного кишечного тракта но больше всего соответствуют кишечни энтероциты покаловитная клетка и в неком углублении которое просто намечено здесь в семи мерными ворсинками клетки панета они выделяют гранулы выделяют яды против микроорганизма все этот слой однослойный эпитерий лежит на соединительной тканной основе где вот это тело самой ворсинки оно сделано из основы полотнистой а кто делает эти волокна это биополимеры из которых делаются волокна и так они сплетены образуя основу соединительную ткань кто ее делает клетки фибробласт длинные такие полотнисты которые там сидят и делают эту основу вот это соединительная ткань в нее входят кровеносные сосуды сплетаются на мелких капиллярах возвращаются обратно в нее входят нервы все в эту соединительную ткань на поверхности и беды вот вы теперь знаете как устроена граница по крайней мере в некоторых участках наиболее протяженных участков желудочно-кишечного тракта вот они здесь нарисованы молотна символически образующие основу и клетки образующие эти молотники фибробласты вот у нас схема рецепиальная схема устройства пограничного петеля желудочно-кишечного тракта оказывается вот стрелки показывают и эти клетки выделяют какие-то ядовитые вещества но это особенно профессионально этим занимаются производят много ядовитых веществ убивающих микроорганизм и богаловитные клетки заняты защитой они образуют слизь из каких-то мутоколисоколитов мы узнаем потом и даже фибробласты которые заняты образованием основу тоже защищают они выделяют ядовитые вещества ядовитые для микроорганизмов в частности в основном для вирусов которые называются энтерферон но не только здесь перечислены целая коллекция ядов которые могут выделять клетки наших границ в частности кишечных дефенсивных альфа бета 1 2 3 5 6 их там десятки капелецидины гистатины катионные белки лизоцинки это далеко не все около сотни веществ которые мы сегодня увидим некоторые из них увидим как устроены но все они либо полипептили которые можно отнести к малым белкам небольшим белкам или пептидам либо достаточно крупные белки все равно тоже полипептиды все эти вещества практически полипептидной природы что получается вот она наша граница на этой схеме ближе к самой границе в ближайшем к ней слое яды там их концентрация достаточная чтобы оказывать ядовитые действия если кто приблизится тому не добровать и достаточно толстый слой слизи насколько толстый что здесь написано 450 микрометров толщина а какой размер вот этой клетки как и будет вообще клетки какого размера как они электроцит в крови бегают ну вы это считаете видели сколько электроцит 5 микрометра 5 микрометра 5 микрометра вот уже один пиль для электроцит относительно небольшая клетка 5 микрометра а вот это энтероцит как вы думаете сколько дадите размеров такого 15 молодец 15 20 произносится самая крупная клетка если не считать нейронов у которых отростки могут быть длинными но это тело клетки самая крупная клетка в организме это даже не в организме клетка из которой возникает яйцеклетка она 200 микрометра вот вам размах между эритроцитом который 5 микрометра и яйцеклетки которые 200 микрометра все остальные клетки в промежутке но на самом деле клетки которые образуют наше тело если они 50 70 микрон это очень крупные клетки уже считаются обычно 10-20 микрон вот этот размер ну для простоты давайте считать 10 микрон 20 микрон а это 450 микрометров толстый слой слизи над этими клетками образованной некоторыми из них толстый слой согласны? во сколько раз он толще чем сам слой этот клеток Саш подскажи 10-15 10-15 20 раз толще чем размеры этих клеток толстый конечно слой а почему сравниваем с клеток ну во-первых они его производят эту границу мы защищаем а от кого защищаем от микроорганизмов от микроорганизмов если это простейшая она клетчная то размер этой клетки будет ну такой или чуть побольше наших клеток то есть ну порядка 100 микрон для нее 450 микрон это большая большая проблема преодолеть этот слой в среднем давайте запомним что наши клетки 10 микрон это порядок размер а в аппериальной клетке 1 микрон а вирус 0,1 это достаточно крупный вирус если поменьше значит вирус в 10 раз меньше вот это должно быть в 10 раз меньше чем это сделать по праву это будет вирус и так есть полустой слой слизь а что такое слизь на ощупь и на вид мы ее знаем кто догадается откуда мы ее знаем как вам кажется ну не знаю слюна слюна не слизь она насмор сопля скажи чтобы всем было понятно вот это настоящая слизь сопли это та самая слизь которую если очень много вырабатывается она вытекает а если она мешает мы ее смаркиваем а то и чихом стараемся избавиться от нее это вязкая и в то же время гладкая какая-то такая вязкая штуковина теперь представьте себе не водичка слизь не водичка мы это с вами знаем и представьте себе что этим микробом нужно преодолевать слой который если бактерии то этот слой в 400 раз толще чем ее размер кто любит подныривать летом когда плавает кто любит нырять в море в море сверху в море на сколько метров со сном ну ну примерно мы три четыре метра продуваешься нет нет не знаешь что такое продуваться ну вот Хорошие ныряльщики, непрофессиональные, если на 7-8 метров ныряют, там, во-первых, холодно, во-вторых, сильно давят на уши, там давление, столба воды. Ну и воздух, пока туда-то нырят, пока обратно, это далеко у 7-8 метров. Но это мало того, 3-4 метра, вот это вот, а рост, ну, допустим, примем наш рост за 2 метра, вот он 2 роста полтора, 2,5 роста своих ныряет, а микробу сколько своих настройок у нас нырят? Да, а если тебе пришлось не воду дырять, как вязкую, все, иду, как съесть, было бы так? Вот теперь представьте себе, что микробу размером 1 микроб нужно нырнуть, ну, даже на 100 микроб вязкую среду, 100 своих расточек, значит, со слабым надо было бы нырнуть на 200 метров в глубину, не смог, тем более вязкую. Очень трудное приказствие для микроорганизмов. И, ну, оно не совсем так устроено, как здесь нарисовано, оно имеет два слоя, один более рыхлый, вот здесь густой слой, а здесь более рыхлый. Но все равно, вот этот густой слой они совсем не могут преодолеть. В итоге, получается, что микробы живут сами по себе в кишке, их в 10 раз больше всех клеток нашего организма, в 10-15 бактерий. А наша граница, она вообще отделена от этих микробов, несмотря на то, что их там несметное количество. То есть, когда все в порядке, наши клетки с микробами не соприкосаются, несмотря на то, что их там невероятно много. Но если что-то не так с образованием слизи, с образованием ядовитых веществ, то, конечно, микробы очень быстро начинают приходить соприкосновения с нашими клетками, желая только на вторую очередь в пределы нашего тела. Уже реально, не в просвете кишки, а прямо в пределы нашего организма. Вот это здесь и нарисовано. Какие-то хитрые микробы умудрились проскочить это препятствие. Есть такие хитрые микробы, умеют это делать. Раскочили, вошли в контакт. Оказывается, наши клетки снабжены сенсорами, датчиками, которые позволяют об этом узнать. Зачем это нам надо? Специальные сенсоры. Тут уже 500 метров не обойтись. Зачай нам сенсор. Ответы, за счет, кишки. Я, кстати говоря, и делись. На что? Сладкое, кислое отличаемое кишки? Там много всякого горького, сладкого, вонючего, кислого, все-таки, какие сенсоры там нужны? Я не знаю, какие сенсоры, вещей. Это те, какие сенсоры, которые были. Чего? Наверное, сенсоры. Ну, значит, чтобы почувствовать, что именно бактерия, именно микроорганизм опасный какой-то для нас, другое существо пришло соприкосновение с нашей границей. Опасный момент. Надо его распознать сразу же, уже на поверхности. Все клетки нашего организма имеют сенсоры для узнавания микроорганизмов. И больше того, для узнавания поврежденных элементов даже собственных клеток, которых не должно быть снаружи. Например, они внутри нашей здоровой клетки, но если она погибла, от рока вывозилась, у нас есть сенсоры, чтобы это дело узнать. И на это отреагируют. Но на микроорганизмы в особенности. Вот здесь эти сенсоры, некоторые из них обозначены вот такими антенками. Молекулярные антенки на поверхности наших клеток. На самом деле, ну, да, некоторые отдельные типы, их называют рецепторы. Некоторые отдельные типы молекул, которые называются рецепторами, были известны. Но систематическое знание начало накапливаться и появилось с 1997 года, всего 15 лет назад. Были открыты так называемые, их назвали, тоу-лайк рецепторы. Первые тоу-лайк рецепторы сейчас их там 11, 12, 13 по разным подсчетам у человека. Здесь нарисовано 10, здесь не принципиально. Порядок такой, около 10. А кроме тоу-лайк рецепторов, они сокращенно в заглавии написаны ТЛР. Есть еще нод-лайк рецепторы, их меньшее количество, рид-лайк рецепторы, внутриклеточные сенсоры и антепротеины. В общей сложности договоримся, что типов сенсорных молекул или рецепторов порядка 20. Много это или мало, чтобы то разнообразие инфекций, которое в мире нас окружает, чтобы его детектировать, чтобы сенсоры эти могли сработать на любом микроробе. Многое? 20 штук, 20? Как ты думаешь? Лапиво, да? Ну, уже не он, а что я старше. Да, ну, хорошо. Но все-таки согласитесь, что не так уж и много. Ведь любого микророба надо сделать, правильно? Для чего потом и гребет. Потом, поздно, по-своему. Начали. Ну, вот их то лайк 10, остальных мы еще 10. В общей сложности около 20 видов сенсорных молекул позволяют нам узнавать любого представителя мира инфекций. Любого. Это замечательное изобретение революции, которое снабдило каждую нашу клетку хотя бы одним таким сенсором, позволяющим детектировать что-то. Но на самом деле нет. В общей сложности мы знаем, что их порядка 20 вариантов. Вот наш соотечественник, он даже и наш друг, Руслан Меджитов, очень известный в новых мире, теперь уже академикам, американская академия наук, лауреат всяческих премий, наград. Когда они дали Новгородскую премию, Стэнмону дали Новгородскую премию за тендрительные клетки и их роль в опухоле, в процессе. В 2011 году было много гневных, раздраженных писем от самых выдающихся ученых Америки и всего мира. Nature в Сайвс центральных журналах публиковали писем. Почему не дали Меджитову? Его заслуги больше, чем, потому что меньше, чем Стэнмону, а должен быть с автором Новгородской премии 11-го года. Не дали, но зато мы дали премиум-шоу, она в три раза больше, чем Новгородская. Венежное угрожение, тоже очень престижное. В общем, известнейший ученый, он и открыл вместе со своим учителем первые пол-лайк-рецепторы, и это понятие создал. Он наш с вами соотечественник еще в том смысле, что он начинал на Сковском университете. Он был здесь аспирантом в регулярном корпусе. Правда, работал он в центре у Адынии. Вот эти пол-лайк-рецепторы в большой степени заслугают открытие, систематизации, понимания этого всего. Вот Руслана Меджит и его научного отца, Чарли Дженнвей, у которого он работал, не принес учебник. Книга Дженнвей, учебник лучший по иммунологии. Я просил, ну, у Саши не было, а Максим, Максим, кто есть? Ну, по электронной. Ну, науэк? По электронной. А, по электронной. Ну, поделись с ребятами, хотя бы электронной, и ссылочку дальше. Чарли Дженнвей, лучший учебник из того, что сегодня есть по иммунологии, это вот как раз от Чарли Дженнвей. Он уже восьмое издание, он все время обновляется. Теперь уже Дженнвей нет живых, с пятого или седьмого года его нет. И они назвали следующие его бывшие соавторы, кто продолжает, но они назвали Дженнвей, если не он поет, или Дженнвей, если не он, или он в большей массе. Так что эти сенсоры умеют узнавать? Как им удается детектировать весь мир инфекций? Они, прежде всего, настроены на оболочку микробов. Как думаете, почему? Саша, как ты говоришь? Почему сенсоры эти в основном или преимущественно ориентированы на оболочку, например, бактерий? Потому что она же похожа у целого класса бактерий. Саша говорит, потому что у целого класса бактерий похожее устройство оболочки. Оболочка это называется клеточная стенка. У нас, в наших клетках нет клеточной стенки. У нас тоненькая липидная ментра. А у бактерий, кроме липидной бесслойной бактерии, есть еще толстенная клеточная стенка. Более или менее толстая, но есть. Так вот, все компоненты этой клеточной стенки распознаются вот этими сенсорами. На каждую компоненту свой сенсор. То, что Саша сказал, никто этот ответ не знает. Микробы нам не скажут, почему. Это он и сами догадывает. Саша, с ним надо согласиться. Да, общее устройство, похожесть позволяет детектировать компоненты клеточной стенки у разных микроорганизмов. Это удобно. Еще и потому, что они же на поверхности, их легко заперенговать. Не надо влезть внутрь этого микроба, чтобы там что-то определить. Прямо с поверхности контакт, и все. А если эти молекулы сбрасываются, и контакта даже не нужно. Микроб вот секретирует в среду, или развалился микроб, и они оказались в среде. И сенсоры за детективом. Ну вот здесь перечислены некоторые из этих молекул. Кептид, амикан, либо полисахарин, либо протеин, либо трепоевая кислота, либо кептид, флодилин. Это все поверхность. Это клеточная стенка. Ее компоненты. А вот в внутренности они тоже детектируются. Бактериальная ДНК по особому парамуклеотидов, 6G, так называемые, цитозин, гуанозин, через фосфат. Это когда таких пар много, они часто в ДНК встречаются, то это отличительное свойство бактериальной ДНК. У нас они встречаются в таких парах очень редко. И сенсор настроен на то, что часто встречающиеся в нити ДНК вот такие пары, ну, и может отличить бактериальную ДНК. Потому что для этого ДНК тогда вывалится из них. Вирусная, двухнитевая, double-strand она называется по-английски. Значит, она образуется в клетке, когда вирус размножается. И поэтому сенсор, который это чувствует, он внутри. И такие сенсоры, которые снаружи, и те, которые внутри, и те, и те есть. Те, и те нужны, и по-английски. Ну вот, чтобы не одними названиями отделаться, кептили, гликан, липоволь, шахарит, я вам привожу схему устройства больших царств микробов. Бактерии, грамм положительные, бактерии, грамм отлицательные. Вы, по-английски, слайды сейте в арбуз, разгляните поподробнее. Вот обычная лимитная мебрана, как и у наших клеток, или очень похожа. А вот толстая стенка, клеточная стенка, защищающая бактерию снаружи. Она построена из валимеров. Разных. Техоевая кислота, желтенькая липотехоевая кислота, и элитидогликан. Элитидогликан – это вообще полимерная сеть, у которой нет ни конца, ни начала. Трехмерная полимерная сеть, образующая вот эту клеточную стенку. Как она химически устроена, вы тоже увидите. Если успеем сегодня, если нет следующей лекции, мы до этого даем. А вот грамм отлицательные бактерии по-другому свою стенку, они сделали двойную. Здесь есть тоже характерные участники. Вот липополисахарид. Липидная часть, там с шестью на самом деле жирно-кислотными остатками, которые сюда вот как хвостик торчат. И полисахаридная часть, которая тоже определенным образом устроена. Но все компоненты, и это, и это, целиком, редетектируются в теле нашими сенсорами, которые, о которых мы говорили, типа то-лайк рецепторов. Кроме того, есть липопротеины. Вот он, липид с протеиной. И даже кусочек, если от этого протеина останется, пептид, тогда будет липопротеин. И он тоже дефектируется. Ну, в общем, вот, разблезите, что еще здесь есть. Во всяком случае, вы уже представляете, где эти компоненты, которые здесь просто перетислены, где и как они в микробе присутствуют. Это все, что вы уже узнаете. Это чисто схематическое изображение таких вот антенн, то-лайк рецепторов разных, то-лайк рецепторов один. Второй, он может быть в сочетании с шестым, где-то вроде меня. Третий, четвертый, пятый, восьмого здесь нет, седьмой, восьмой близкие, восемь. Девятый, и на самом деле, как я говорил, уже 12-13. Что каждый из них детективнее? Что каждый из них умеет узнавать? Помните липополисахарин, грамм отрицательной бактерии? Вот тон-лайк рецептор четвертый, умеет узнавать этот липополисахарин. Вот. Вот эту молекулу. Она на поверхности бактерий, грамм отрицательной. Вот эту молекулу, и ее вот эту часть, умеет узнавать, кто лайк рецептор четвертый. Эктивы векана, с которого клеткостная изделия грамм положительных, и вот тоненькая прослойка у переклазма, у грамм отрицательной, построена из метилеприкации. Его узнает то лайк рецептор второго. То лайк рецептор в Девятый узнает CPG полигонуклеотиды или ДНК бактериальным, которые эти CPG часто встречаются. Итак, каждый рецептор, а вот теперь, не какую-то схематичную антенну, а реальный образ рецептора, расшифрованный с помощью рентген-структурного анализа. Делается кристалл, из-за очищенных молекулок и в этом кристалле определяется положение каждого атома в этом молекуле. Потом она реконструируется в общую молекуле, трехмерную структуру этой молекулы. Вот мембрана наших клеток, и в них сидит вот такой вот сенс молекулок, то онлайн-рецептор, их много разных, как вы знаете, но они все похожи по своему устройству. Пронизывает мембрану, снаружи большая часть, внутри меньшая часть. Обе имеют важное значение. Но то, что вот так она устроена, она уже из мембраны никуда не деться не может. Просто так сорваться ни вверх, ни вниз, она не может. Она как бы заякорена. Узнающие чужие молекулы устройства вот здесь, в центре этого изгиба в виде вопросительного знака, иногда он чуть длиннее, почти кольцо, например, пол-лайк седьмого и восьмого, это почти калечко. Он состоит из полипептидной цепи, это белок. Из аминописло построен полимер. Здесь N-конец, здесь C-конец. Отсюда начинается ситрис. Но не здесь она синтезируется, а на гипотоке. Сюда выгодает паневраль. Значит, она состоит из таких более или менее однообразных колец. Эти кольца обогащены лейцином, поэтому называется лейцин-ритч-репитс. Лейцином обогащенные повторы. Но это повторы неточны. Каждое колечко имеет свою оригинальность. Ну, здесь вы лучше разглядите колечки, повторяющиеся. Здесь уже это только астов полимертида. А здесь все атомы нанесены, заполнена вся структура. Это сравнение аминокислотных последовательностей в каждом колечке. И они расположены друг на другом с тем, чтобы понять, что есть домогия, идентичность. Когда выровняли, расположили правильно, то видите, все аминокислоты здесь, или почти все аминокислоты и изоленцины. Здесь вот Л, еще какие-то аминокислоты идентичные, например, типа криптофана или фнеулагина, они в одной позиции будут стоять. То есть гомология у этих колечек подобие очень хорошее, но есть и различие. Вот, например, вот это колечек, видите, здесь участок гомологичный, здесь, а между ними длинный участок, который будет болтаться снаружи от этого кольца. Давайте вернемся к этой картине. Вот, смотрите, вот он, лишний. И это дает оригинальность этому устройству. Вот такие петельки, вот эти, они дают ему возможность при общем одинаковом строении быть то аминокислотом четвертым или третьим и связывать разные гиганты, разные вещества, на которые они ориентированы. Вот, структуры нескольких колечек, тоже видны различия. Работают эти молекулы в виде демео. Это принципиально важно. Все молекулы, в них то, лайк, механизм которых прошифрован, показано, что они будут демео. Когда мы будем изучать, как идет сигнал от этого сенсора внутрь клетки, я объясню, почему демео очень важен для образования сигнала. Вот это долгая рецепта третья, он узнает РНК, в ее смене. Вот здесь спираль РНК, вот в это место встраивается поперек этого вопросительного знака и зацепляется достаточно прочно. позже мы будем говорить о константах взаимодействия и узнаем, что такое прочное взаимодействие или афинное, и что такое взаимодействие. Здесь достаточно прочное взаимодействие. у этого рецепта есть внутри клеток, это снаружи. Тут нужно ощущать, что снаружи пришло. Вот эта часть, вот этим местом, она и хватает компонента микробы. А внутри сигнальное устройство, которое передаст клетку о том событии, что произошло снаружи. Микробы внутрь клетки не пустят, но сообщения должны не пустят. И это сообщение формируется вот этим внутриклеточным доменом. Это домен не клеточный, а это домен внутриклеточный. Принадлежат они одной моментой. Сначала вопрос славных житов именно этот домен внутриклеточный и открыл. Вот так устроен внутриклеточный домен у лайн-рецептора первого. Оказалось, что он очень похож на известный уже тогда рецептор интерлигина первого, именно его внутриклеточный домен. Вот здесь рецептор интерлигина первого, внутриклеточная часть, а здесь рецептор ТЛР, пол-лайк рецептор один, и на эту же модель наложен рецептор интерлигина первого. Видно, что альфа-спираль в этой складке практически полностью совпадает. ближайшие ростки и работает одинаково. Но мы с вами, у нас будет особая лекция, посвященная молекулярным механизмам, в том числе сигнализации внутриклеточных. Это вещь, которую сегодня мне трудно вам рассказать. Там есть свои принципы сигнализации, свои варианты сигнализации. Я вам личные принципы и варианты. И в частности покажу целый ряд конкретных сигналов, которые случат в других рецепторов, какие сигналы. Здесь есть только в раме, что вот внутриклеточный момент запустил каскад каких-то химических реакций, которые привели к образованию вот такой молекулы, название АДФК-ВИ, она из разряда транскрипционных факторов, той реакции, которую я анонсирую в молекулярных процессах, я вам расскажу, что такое транскрипционные факторы. В общем, тогда вот все, что внутри происходит, вы поймете и не только про этот процесс. Транскрипционный фактор начинает с читывания каких-то генов. Считывание генов превращает информацию в реальные действующие молекулы. В генах записанная информация. Если начали считывать эту информацию и воплощать ее в реальные молекулы, другие, которые будут что-то делать, это будет ответная реакция клетки на что? Кто сказал? Вот клетка задетектировала инфекцию, дала сигнал внутрь, начали нарабатываться новые молекулы по программе считанные нашим же геном. С новых генов считываются новые молекулы. Зачем? Какая это ответная реакция и на что? Ну в этот раз я не прощу, скажи. Защитная реакция. Защитная реакция. На что? Защита от чего? От того микроорганизма, с которым строительства. Замечательно. Но оказывается вещества защитные, да, обязательно, в первую очередь, но не только. Вещества, которые сообщают другим клеткам о нападении сигналы СОС. И те, и другие представлены полипептидами или белками, потому что в генах закомировано построение белков или полипептидов. Поэтому клетка, которая встретилась с инфекцией, дала сигнал своему аппарату внутриклеточному сделать новые белки и начинает их нарабатывать для себя и на экспорт для тех, кому она должна сообщить о нападении. Кому ей надо сообщать? Соседям. Соседям. Для чего? Чтобы тоже начали готовиться. Чтобы тоже начали готовиться. А еще кому надо сообщать? Убийцам. Отлично. Еще кому надо сообщить? Пожирайте. В общем, тем профессиональным защитникам, которых нужно сюда позвать. То есть, эй, давайте на помощь скорее. Вот это не звуковыми сигналами, не ранним лучом вазерам, а химическими веществами, которые должны доползти, доползти, дебундируя, попасть к клеткам соседним, это легче. И удаленным, чтобы эти удаленные сюда каким-то образом назвать. Какие это вещества и как они работают, мы все аккуратно с вами разберем. Ну, здесь вот то, что я анонсировал, что мы узнаем, как работает внутриклеточная сигнализация, здесь систематизируем. Нам не очень важно понимать, опять вернусь, не очень важно понимать и даже запоминать всякие тут названия отдельных молекул, последовательность. На самом деле, вот Саша сейчас работает с этим, там схема на порядок сложнее. Сигнал всякий идет внутриклетки много. И нам в этом курсе не надо все это запоминать и ну, скажем, на экзамене на зачете отмечать. Я это не буду ждать во всяком случае. Нам достаточно понять, и это будет в лекции по сигналу, как вообще принципиально это происходит, что есть уровень адаптерных по ленту, есть киназы и что это такое, есть транскрекционные факторы, которые регулируют считывание. Вот это мы поймем в принципе. А дальше считанные программы ген превратятся в белки или полипектили, которые клетка использует сама. Для каких-то, например, интерферон она использует внутри, для регуляции синтеза белков вирусом. Она будет тормозить синтез вирусом белков. Она будет создавать, она создает белок с помощью эггерона, она создает белок, который будет вирус на РНК разрушать. Но другие белки, она делает на экстракт, рефенсин, и еще куча других белков, она вырабатывает вокруг себя, как яблок. бактерия, которая прикоснулась к ней, погибнет. Их много раз. А интерлетины, они здесь IL, винар 6, 8 и так далее, это целая корота сигнальных молекул, которые работают между клетками на расстоянии или при контакте, как сигнал, как информация. Это команды, которые клетки или информация, которые клетки отдают друг к другу. Для чего нужно клеткам обмениваться информацией в организме? Идите, скажите, зачем обмениваться друг к другу? Не верите, Николай. Обмениваться. Вы поняли. Это того, чтобы согласовать усилий, что все вместе прийти в одно время на ту лекцию, на которую решили прийти. надо согласоваться. Маш, ты пойдешь, Оля, а ты? Нет, да ну ее пройдем. Пойдем, мы туда отмечаем. Это тоже согласованная позиция. Вот это и есть обмен информации в организме между дублетками. В случае стресса, когда нападение, тем более требования к такому обмену очень повышены. Четко, ясно, нужно всем адекватную реакцию создать. вот это сигналы, о которых мы поговорим не просто поговорим, а мы опять системно изучим, что за логика в этой сигнализации, чем она и как она осуществляется и как некоторые молекулы посмотрят, как устроены, как работают. Подытожим пока вот ту часть, которую прошли. Клетки нашего организма распознают инфекцию и защищаются. Узнающие устройства какие, кто скажет? Говори, как ты громко первым. Кто лагерится? Молодец, красиво еще. Молодец, младец, 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 хорошее произнесение. Результат встречи, эти рецепторы где? Клеточная мембрана и внутри клеток. Вот здесь написано в мембранах эндосома. Есть такие пузырьки из мембран сделанные внутри клеток, в которых и эндосомы это пузырьки, которые клетка заглотила. Вот в этих пузырьках в мембране есть тоже сенсоры, которые позволяют чувствовать компоненты инфекции. Ну и каков результат? Если сенсор сработает, сигнал передается на уровне наших генов в этой клетке, на уровне генов происходит транскрипция. Кто знает, что такое транскрипция? Считывается информационная рНК. Значит, копирование той информации, которая в ТНК записана, на информационную молекулу, но уже подвижную, и только с этого участка. Она называется информационная или мессенджер рНК. И эта молекула куда пойдет? К рибосомам. И по этой последовательности синтезирует белок. Записано троичным кодом или триплетным кодом, записана как аминокислота в этой последовательности. Из рНК рибосома может это прочесть и синтезировать аминокислотную последовательность. Получится полипетит или белок. Замечательно. Вот это и есть реакция клеток. Она начнет вырабатывать какие-то белки. Здесь они перечислили дефенсийный по названию дефенс-защитный. Защитные белки. Цитокины, интерфероны и многие другие факторы защиты, которые либо согласовывают действия с другими клетками, либо зовут их на помощь, либо прямо убивают врага. Эндогенные антибиотики защитные вещества. Кроме дефенсина, мы уже их сегодня называли, это лицидин, эстокийный, ванкадерин, генцин, многое. И это далеко не все. Я вам говорил или нет о клосоке разных полипептидов и белков в нашем организме вырабатывать, чтобы убивать микроорганизмы. Ну вот пример дефенсивный. Почему их разделяется на альфа, бэта, тэта? Это целая категория, внутри которой много представителей и номера присваивают. Но все они небольшие полипептиды, примерно от 30 до 50 аминокислотных остатков. Каждая луковка одна аминокислота. Есть нечто общее. Главное общее исходство этих полипептидов это наличие 6 дисуситных связей, которые образованы между 12 цистеином. Цистеин аминокислота, у которой есть СН-группа. Боковая СН-группа и между двумя СН-группами может образоваться одна СН-группа, другая аминокислоты, другая СН-группа. Если они сойдутся в определенных условиях, невидимых условиях, образуется дисюрфитная смерть необретения. Так. Между участками одной и той же маленькой. Вот цепочка. И мы где-то химически эту цепочку сшили. Дисюрфитная связь. Что получится? И зачем это? Саша? Сформу придать. Если цепочка будет болтаться как угодно, это одно дело. Если ее так бантиком красиво связать, как девочки в школу ходили, это совсем другая красота, а то бы представь себе, эта ленточка бы болталась как угодно и на ветровне, а так ба. и вот эта штука, она зафиксирована аж в шести местах. Вот это и есть общее свойство всех эфиксинов. У них шесть остатков цистеина, между которыми образуется три дисюрфитная связи. Значит, как это? Вот здесь это циклический тектор, здесь видны дисюрфитные связи в каких позициях. Но эти схемы, они не открывают истины. Вот эта структура построена на основе рентгеновской структуры. Это основа, та самая полипективная цепь, как она свернута в бантик, как этот бантик зафиксирован дремя дисюрфитными циклами. Вот это и есть один из дефенсивных, конкретных представителей того многовразия, которого, которых на самом деле много. Он работает в виде телевизии. Еще одна точно такая половинка и две вместе, они работают как эффективная молекула, которая может убивать, но и мы чуть позже узнаем, что и не только. Может убивать, но здесь еще добавили структуру, и не только дефенсивно, мы говорили, еще есть католицидины и другие молекулы, вот есть поликоптиды, которые закатчивают, имеют 37 поликоптиды и на конце имеют два вецина. Их называют ЛН37 поликоптиды. Очень легко. Вам не надо запоминать, просто как доказательство, что их много разных. Вот ФИА это поликоптиды, в которых много пролина и аминит, и длина 39. Гистатин это поликоптиды, в которых очень часто встречается аминопислота, гиститин. Вообще она редкая. Об этих поликоптидах она очень любит. Поэтому разные поликоптиды, обладающие, конечно, разные эти молекулы по-разному убивают или тормозят развитие микроба. То есть механизм действия у них разный. Но эта картинка показывает что эти поликоптиды возникли в глубокой древности еще на стадии одноклеточных организмов. Помните, я говорил, что одноклеточные выдумали для нападения защиты используются в нашем организме. Вот берем молекулу дефенсив в растениях в насекомых и у человека. И видим насколько они почти изменились. А как такое может быть? Давайте соображать. Как так может быть? Кто кому передал? Растение мне передало или я передал? А насекомые когда-то затесались в промежуте? Как может быть один и тот же ген очень мало измененный по которому считывается белок вот такой и используется во всех этих организмах? Как это? А кто у нас очень приводит? Отлично. Какая синезеленая водоросль которая дала начало и растение в ней уже было что было в синезеленой водоросль и что есть в растении фотосиль который у нас есть. Вот и из нее образовался и мир растений и мир животных. И видите как рано эта молекула возникла в эволюции на самых ее ранних этапах. И такие молекулы используются у нас. Да они немножко меняются. Вот это альфиспира вот этот столбик это альфиспира а это бальтосвачная структура. Всего два варианта упаковки этой нитки. Других нет. Поэтому вот эта альфиспира немножко длинилась. Ну да изменилась. Поэтому насекомых ток отличается. Но совершенно очевидно что это одна и та же один и тот же прядь выкинули. Таких примеров немало. Как действуют дефекты? Оказывается они повреждают структуру мембраны бактерий. Они нарушают мембрану таким образом что образуются ну так скажем дырки водные поры ионные поры дефекты. Бактериальная мембрана как и мембрана наших клеток отделяет внешнюю среду от внутренней внутриклеточной и внутриклеточный состав отличается от внешнего мира. Он отличается даже просто по содержанию обычных солей. Например скажи пожалуйста какая главная соль поваренная ядированная нет поваренная на трехлор правильно главная соль которая создает ну осматичность осматичность внутри наших клеток. Ну и вот внутри и снаружи как отличается содержание поваренной соли. Отличается значительно. Например натрия натрия клетка больше чем на порядок ниже концентрация чем снаружи клетки. А калия наоборот 30 раз больше концентрации внутри чем снаружи. Как создает клетка такое различие? Отличие внутриклеточной концентрации от внеклеточной. Откачивает или закачивает. Специальными насосами тратят на это энергию иначе не получится. А что будет если не тратят энергию? Выровняется. Конечно как бы ни было хотя это липидные бесслойные мембраны не проницаемы для ионов но все равно как-то будут пропихиваться. Выровняется. Надо специально создавать такое ионное ионное гетерогенитет для отличия концентрации ионов и других веществ в клетке от внешнего мира это абсолютно необходимое ее свойство для того чтобы она была жива. Если повредить внешнюю мембрану и это выровняется она умрет. Вы слышали и может изучали ионные каналы мембранные потенциалы все это понимаете очень хорошо. Если образуется дефект если эти дефекты проницаем для отдельных ионов их называть ионными каналами. Если они не селективны пропускают и калии натрии воду тогда это пора так принято называть. Ну вот образуются дефекты примерно такие мембраны которые можно назвать возниками ионными порами в липидных мембранах микробов. Кроме того разрушение липидных мембран еще за счет того что дефектзин на себя оттягивает некоторые липиды образуясь непрочный комплекс выдирать из мембран некоторые липиды. Ну и поскольку дефектзины имеют много положительно заряданных аминокислотных остатков они заряжены положительно а ДНК и РНК это полимеры которые много имеют зарядок отрицательных то если дефенсин оказался внутри клетки то он залюбнет на ДНК и РНК это уже последствия совсем такие далеко зашедшие случаи когда дефенсин погиб внутри клетки поэтому мне кажется что это скорее надуманная вещь главное что он повредает микроб с поверхностью как он это делает ну вот я сказал много положительно здесь каждый аминокислотный остаток в этом дефенсиве я его промаркировал какой положительно зарядный а какой отрицательный зарядный вот и все два отрицательных и много положительных аминокислотные гидрофобные аминокислотные остатки вот они могут образовывать такие петли которые захотят войти в гидрофобную часть мембран шпильки которые гидрофобные шпильки и сильные заряды которые с зарядными головками летит будут взаимодействовать очень похоже на то как детермет работает у него есть полярная голова и гидрофобный хвост и он разбивает вот этот монослой липидный в котором липиды держатся за счет кооперативного взаимодействия он нарушает эту гомогенность я вам благодарю спасибо значит на этом мыльном моменте про детермент мы останавливаемся и продолжим следующий раз значит про переписывание файлов когда мы закончим файл я с удовольствием вам переписали но в любом случае у вас с вами появится на сайте правильно они все будут доступны спасибо всегда до свидания вас до свидания до свидания у Миши есть я не знаю есть или ты не хочешь сейчас я не хочу говорить просто я просто ничего не скажешь потому что самое вкладывание то все это есть Миша можно сходить после философии после лекции хочешь идешь на философии я встал у тебя привет 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 Исправы с кафедрами, пока с кафедрами должны быть. И они обречены для времени, я не знаю, что это такое. Как это всё удается от работы? Изначально это будет. Ага, с кафедрами можно надеяться, это всё из-за этого. Спасибо.